Привет, город! В студии с вами я, Юлия Пегушина и команда Сигмы. Дмитрий Артюхов продолжает автопробег по округу. О том, как прошла встреча с жителями в Новом Уренгое, смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. Дмитрий Артюхов на своей Lada X-Ray доехал до Нового Уренгоя. Накануне вечером губернатор ответил на вопросы горожан. Так, по итогам встречи глава региона пообещал запустить рейс Нового Уренгоя-Напа. О чем еще говорили на полуторачасовом рандеву, расскажем в сюжете. Три детских садика, два из них уже работают, славянский, тундровый и к дню города, я думаю, осенью запустим последний детский сад, полностью закончим всю программу по Новому Уренгою, по строительству новых, капитальных, отличных детских садов. Посмотрите, послушать губернатора собралось по скромным подсчетам Дмитрия Артюхова около тысячи человек. Поговорили о перспективах Нового Уренгоя и округа в целом. Основные задачи строительства новых и современных школ и садов, оснащение больниц современным оборудованием. Новый шаг для медицины и Нового Уренгоя, и всего Ямала, это радиология, новый хирургический корпус, то, что усилит значительно нашу больницу, даст новые возможности. То, чего мы раньше никогда не делали, отправляли порой людей в другие регионы, теперь со строительством этих объектов такие возможности появятся. Среди важных задач также необходимость увеличить число строящихся домов. Мы должны деревянный Ямал забыть, это еще нас займет несколько лет. Во время встречи с главой округа подняли тему дорогого жилья в Новом Уренгое. Стоимость квадратного метра в новостройках приближается к 200 тысячам рублей. Жалобы на такие ценники Дмитрий Артюхов посчитал более чем обоснованными. Губернатор поручил главе города снизить ценовую напряженность на рынке недвижимости. Ну а чтобы цены пошли вниз, в городе должно быть больше новых проектов. Еще про дома и жилищные проблемы. Вопросы народа. Что с Дунаем? СНТ Дунай. Нас более 160 человек. И как минимум третью зиму подряд мы живем в условиях аварийных отключений электричества. Поселок не газифицирован. И электричество единственный источник жизнеобеспечения. Когда у нас на севере начинают люди строить, жить, приступают на дачной земле, которая выдавалась как дача, и грузят дом на энергетику, тут вопрос, как люди сами поступают, верно ли. Если все пойдем жить на севере на электричестве, я думаю, авария за аварием будет. Тем не менее, вопрос взят под контроль. Глава города ответил, перестанут ли мерзнуть дачники. В отношении Дунаи обращений действительно много. Здесь соглашусь, что все-таки электричество мы примем в муниципальную собственность и будем обслуживать. В городской повестке и стае бродячих собак Дмитрию Артюхову задали прямой вопрос. Чего ждем? У нас во дворе живет семь собак. Мы горимся. Наших детей уже загоняли на детскую площадку эти собаки. Мы чего ждем, когда какого-то ребенка загрызут? Здесь Дмитрий Артюхов поругал городские власти за медленное решение проблемы бездомных животных. Отметил, что общий вектор развития приютов обозначен. Вопрос в масштабах города решается. Вы задали вопрос, почему никто не ловит. Честно говоря, это для меня очень больная тема. Я считаю, что здесь законодательство несовершенное. И мне кажется, уже это услышали везде-везде. Сейчас оно будет совершенствоваться. Потому что то, как сейчас положено делать, мы так проблему никогда не решим. На встречу губернатор ответил почти на 30 вопросов горожан. Пообещал новому Уренгою сюрпризы к 50-летию. Подробности раскрывать не стал, но заверил, что город ждут хорошие подарки. А на встречу с журналистами уже 12 августа ответил на вопрос, соответствует ли облик города статусу газовой столицы. Еще надо много сделать, чтобы он в полной мере соответствовал статусу газовой столицы. Но что радует, у нас на многие эти вопросы есть ответы. И те проекты, которые уже запущены, ворота города, аэропорт, который строится ударными темпами. Совсем другое будет ощущение у всех, кто прибывает сюда. Конечно, и местные жители, и гости, которые прилетят. Сейчас, точно, прибывая в действующий аэропорт, нет ощущения, что в столице. То, что мы построим буквально через полтора года, ощущение того, что город серьезный, появится совсем другое. И тот набор наших других программ, проектов, больницы, садики, школы, я считаю, лучшие школы, которые строятся в России по своему наполнению, по качеству, конечно, выведут наш город, любимый город, на новый уровень для его жителей. Но впереди еще очень много работы, чтобы именно, как вы сказали, соответствовать статусу газовой столицы. Губернатор снова отправился в честный маршрут. Следующая точка – Пуровский район. О своей поездке Дмитрий Артюхов отчитывается в соцсетях. Лала Гасанова, Денис Галкин, Феликс Расихин, радиокомпания «Сигма» для НОР-24. К сожалению, решать сегодня приходятся не только городские и региональные проблемы, но и постоянно работать над решением всемирного эпидемиологического кризиса, а именно пандемии. Проблема одна, решают ее везде, с разными методами и разным успехом. Посещая Новую Рингу, губернатор отдельно дал оценку устройкам больниц. И если в детской поликлинике с женской консультацией все работы идут по плану, то к тому, как запускалось новое инфекционное отделение, у Дмитрия Артюхова есть вопросы. Много, помните, было там с ней определенного напряжения. Обещал нам подрядчик сделать ее к зиме, к концу, к началу Нового года. 31 декабря был у нас срок. Вот только летом она фактически заработала. Конечно, это будет стоить ему отставание многих миллионов штрафов, но главное, что объект запущен. Проштрафившийся подрядчик компания «Горстрой». Несмотря на срыв срока, в качество у губернатора вопросов не оказалось. Посетив новое отделение, он отметил, что больные и врачи находятся в достойных условиях. Комфортные палаты и самое лучшее оборудование. А теперь о сводке коронавирусом. За прошедшие сутки на Эмали выявили 133 новых случаев заражения. Из них 15 – это вахтовики, остальные – 118 человек в населенных пунктах. Всего госпитализировано с коронавирусом и внебольничной пневмонией около 900 человек. 108 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 37 на ИВЛ. Погибли 4 человека. В России побед новый рекорд по числу погибших от коронавируса. За сутки 808 человек. За последние сутки выявили почти 22 тысячи новозаболевших. На поправку пошли более 20 тысяч пациентов. Кому нужны заборы? Чем они мешают и почему за них решили взяться? Так много вопросов и так мало ответов. Мы попробовали разобраться с темой городских ограждений, которая стала слишком часто всплывать в соцсетях. А недавно даже залетела в телеграм-канал главы нового Рингоя. Что из этого вышло – расскажем в сюжете. Не так давно в своем телеграм-канале глава города Андрей Воронов провел опрос, нужны ли заборы в городе. И действительно, тема требует обсуждения. Вот на таком небольшом пятачке сразу три вида решетки. Здесь один, там другой. И, похоже, один кусок просто поставили, чтобы заделать дырку. И такая проблема по всему городу. Мало того, что заборы все разные, так еще стоят в непонятных местах. Как здесь, например, форма забора странная, и вообще не ясно, что именно он огораживает. И проблемы не только с расположением заборов, но и с их состоянием. Вот как, например, здесь краска облезла, везде ржавчина, сам забор погнут. Но есть даже вот такие куски, которые просто отвалились и лежат рядом. И, кстати, это дорога, ведущая к администрации. Нужны ли в городе заборы? Потому что сейчас идет в этом такая активная дискуссия и в интернете, и вообще, и даже в администрации. А где заборы? Вот такие, вот такие, вот эти заборчики, которые вот здесь, вот они нужны. Мне не нужны. Да, в принципе, почему не нужны? Ну, по состоянию их говорят. Ну, состояние, естественно, желает быть лучшего. Ну, а так, в принципе, они что, они же не мешают, даже, не знаю. Наверное, нужны, чтобы при авариях на пешеходах не вылетели. Эстетически, наверное, будет лучше песен. Это обязательно нужны для чего? Для того, что, ну, есть нерадивые водители, те, которые наши газоны. У нас и так зелени этой мало в городе. Так что, ну, портят. Видите, вот даже вот накатали, и оно вот только-только вот начинает сходить. Нужны, потому что при... Вот посмотрите, у нас тут такое интенсивное движение. Тут, если обгон делают, они могут вылететь сюда и избить пешеходов. Но это у нас уже было. Раз уж этот забор как раз идет до самой администрации, то и мы дойдем до главы города и спросим у Андрея Воронова, какие планы на городские заборы и чего стоит ожидать. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Мы вот к вам пришли с вопросом сегодня о заборах и даже принесли вещественное доказательство того, что явно с ними нужно что-то делать. Вот оно. И первый наш вопрос о заборах, которые уже есть в городе. То есть какое у них состояние и запланировано ли что-то, чтобы как-то его исправить. Большая часть заборов в неудовлетворительном состоянии. Это явно. И нужно ими заниматься. Главный вопрос, который мы поставили перед горожанами, нужны ли они вообще по факту. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мнения жителей разделились и в нашем опросе, и в опросе от администрации. Всего в городе есть три вида пешеходных ограждений. Это заборы вдоль дорог, внутри дворов и на общественных территориях. По каждому из них есть отдельное решение. Часть ограждений дорожных там оставить, либо привезти в соответствие, либо вообще даже установить, если там не было. А часть ненужных, там, где позволяет, где есть зеленая зона больше трех метров, где можно живую изгородь посадить. К решению этого вопроса привлекается ГИБДД, так как установка ограждений вдоль дорог регулируется специальными ГОСТами. Глава города сказал, что совместно с ГИБДД проведут анализ и создадут полноценный проект. А что по дворам? В каждом дворе жители должны сами решить. Внутри, если действительно они считают, что это такой хороший метод борьбы с парковкой на зеленых лужайках. Люди должны решить, оставить внутри эти заборы, значит, и ухаживать должны жители сами за ними. Есть решение и для общественных пространств. От заборов нужно уходить. Есть много других вещей, чем можно заменить их. Это те же живые изгороди, те же какие-то современные ограничительные столбики. Поэтому каждую территорию будем подходить отдельно. Сказать по срокам, когда заборная история примет новый оборот, сложно. Курс на изменения есть, но сделать все быстро не получится. Тут и анализ от ГИБДД нужен, и участие горожан, и, конечно, многоэтапные согласования для закупки и посадки тех же живых изгородей. Но обещают, что хоть и не сразу, но облик городских улиц все же изменится в лучшую сторону. Ну а пока взялись за то, что можно сделать сразу. А именно привести в приличный вид те заборы, которые уже есть в городе, но не всегда являются его украшением. Гюли Димитрадзе, Феликс Рассихин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Хай-Тек атакует. В Белгородской области установили около 9 тысяч мусорных контейнеров с датчиками наполняемости. Система слежки за мусором помогает избежать образования несанкционированных свалок и улучшить санитарное состояние городов. Если эти датчики появятся у нас на Эмали, Загрусят не только грызуны, но и медведи, которые приходят из тайги пообедать на мусорные площадки. Другие новости ЖКХ в еженедельном обзоре. Износ на грани критического. Коммунальные сети в России изношены на 60-70%. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Сергей Степашин, который входит в наблюдательный совет фонда содействия реформированию ЖКХ. На то, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, будет выделено 150 миллиардов рублей. Не своруешь и не соврешь. Россия стремительно переходит на умные счетчики электроэнергии. Россети установили 4,5 миллиона таких приборов. К 2030 году количество вырастет до 18 миллионов. Умные счетчики передают в режиме онлайн показатели поставщикам электроэнергии и позволяют справедливо начислить плату за свет. В периоды пиковых нагрузок на сети брать с потребителей больше, в ночной период меньше. И манипуляций с магнитами тут не провернешь. Идем с отставанием. Готовность теплосетей региона к отопительному сезону составляет 58%. С таким заявлением выступил глава Ямальского департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ Дмитрий Афанасьев. На все про все у коммунальщиков осталось две недели. Успеют ли? К новому сезону необходимо привести в порядок 222 котельные, 80 водоочистных сооружений, 27 канализаций, более 2000 трансформаторных подстанций и капитально отремонтировать более 100 километров инженерных сетей. Черная дыра в Ноябрьске. Пока ямальцы наблюдают метеоритный поток Персеиды, жители дома номер 26 по улице Гагарина опасаются другого космического явления. Их будто бы засасывает черная дыра. Внезапно под бетонными плитами появились зияющие пустоты. Администрация Ноябрьска советует обращаться в управляющую компанию «Статус-2». Но за пару дней такую проблему не устранишь. Почувствовать гармонию с космосом и обрести его силу вам и вашим управляющим компаниям желают Кирилл Пермяков, Сергей Рунько, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В Новом Уренгое перекроют часть западной магистрали. Это вынужденная мера, связанная со строительством многоуровневой развязки ПМК-9. Так, с 12 августа по 4 сентября машины не смогут проехать по западной магистрали от пересечения с улицей Железнодорожная протяженностью 500 метров. Объехать участок можно по улицам Железнодорожная, Подшебякино, Центральная магистраль и проспект Губкино. Кроме того, до 4 сентября перекрыт участок улицы Магистральная от проезда номер 5 П до Арктической. В Пермском крае выросли цены на капусту, а вот на другие овощи цены в России упали. Об этом мы и в других новостях расскажем короткой строкой. В стране за первую неделю августа упали цены на овощи. Однако мясо и продукты животного происхождения незначительно подорожали. Поднялись цены на говядину, свинину и баранину, а также на полукопченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло и мороженую рыбу. Стоимость моркови, помидоров и других сезонных продуктов снизилась. Число открытых вакансий на Ямале выросло почти на 60%. Такими данными делится портал HeadHunter. Организации охотно набирают самый разный персонал – администраторов, домработниц, охранников, паркетологов, юристов и других. Единственная сфера, которую перестали интересовать новые специалисты – это госслужба и работа в некоммерческих организациях. Показатель уменьшился на 14%. На Ямале от сибирской язвы привито около 350 тысяч оленей. В настоящий момент все силы прививочных бригад направлены на Ямальский, Тазовский и Надымский районы. В других районах вакцинация уже завершается. В планах ветеринарной службы привить около 530 тысяч оленей. Тотальная вакцинация домашних оленей в регионе возобновилась после вспышки сибирской язвы летом 2016 года. Ямальским волейболистам вручили государственные награды. Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. В этот список попали и ямальцы – волейболисты Олег Стоиновский, Вячеслав Красильников, Дмитрий Волков и Денис Богдан, ставшие вторыми на турнирах по пляжному и классическому волейболу. Орденами почета, дружбы Александра Невского удостойны Олимпийцы, занявшие первые места. Серебряных и бронзовых призеров отметили медалями за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. В базовом пакете «Сигма КТВ» вновь пополнение. На кнопке 148 появился телеканал «Большая Азия». Все о культуре, традициях и основных событиях в странах Востока. Чтобы показать настоящую Азию, здесь собраны самые разные форматы. От ежедневных новостей до документальных фильмов и передач об азиатской кухне. Интервью с ведущими востоковедами. Все это и трансляции национальных праздников ищите на канале «Большая Азия». Подробная информация по телефону, указанному на экране. А как ваша жизнь изменилась с появлением телефонов и интернетом? Теперь многие представить не могут себя без гаджетов. Ведь, во-первых, это удобно, во-вторых, значительно сокращает время. Если вам надо с кем-то поговорить, то не обязательно ехать. Можно просто позвонить. Это же можно сказать и о появлении соцсетей, которые оснащены различными функциями. В Инстаграм сидят много новорингойцев. Ну а если вы еще по каким-то причинам его не скачали, то стоило бы задуматься. Вероника Самошкина вновь подготовила для вас обзор. Давайте узнаем, какие новорингойцы активно ведут свои страницы, а какие превратили Инстаграм в свой заработок. Смотрим. Субтитры делал DimaTorzok именем Эйприл. Еще необычнее зовут ее дочь Беатрис. Северянка не пишет посты, но является активным пользователем Инстаграм. Ее профиль насчитывает более 2000 подписчиков. Она работает в аэропорту и регистрирует пассажиров. Хотя, мне кажется, ей больше к лицу подошла бы работа стюардессы. Уж очень она красивая и с необычной внешностью. Сколько новорингойских профилей вы знаете, где количество подписчиков переваливает за 10 тысяч? Вот один я знаю точно. Это девушка, которая является экспертом по работе с Вайлберрис. Придем к знакомству. Ася. Девушка ведет свой личный блог, в котором раскрывает много секретов и делится своим опытом относительно интернет-магазинов. И, кстати, у нее удаленная работа. Также новорингойка запустила свой личный курс. Она помогает предпринимателям заводить товары на маркетплейс Вайлдберрис. Кроме того, обучает работе менеджера. У нее 11 с лишним тысяч подписчиков. Взгляните, на странице северянки можно найти действительно много полезной информации. Блогов, посвященных материнству, у нас много. Но сколько вы знаете аккаунтов со взорами на детские игры и развивашки? В новом рингое есть и такие. Поведет эту страницу Наталья, мама двоих деток. Кому, как не мамам, лучше знать, какие игрушки покупать и в каком возрасте. Благодаря своим обзорам и советам северянка заработала аудиторию в 30 тысяч человек. Если у вас возникают проблемы с тем, как проводить свое свободное время с ребенком, тогда вы просто обязаны подписаться на Наталью. На этом мой виртуальный обзор подошел к концу. Увидимся с вами через неделю. Пока! А сейчас информационный блог продолжит программа «Патруль». Лала Гасанова расскажет сводку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин